Они организуются в Архангельской области, и там очень много сотрудничества с местными, живыми, все еще деревнями. Они показывают очень много экопоселенцев, экопоселенцы показывают им, что не все хотят ехать в Москву жить в городе. И в Петербурге, кстати, тут Рома с Рабом, да, это конференция, которую мы организуем раз два года по теме устойчивого развития, и выступаем в разных средствах массовой информации. Мы участвуем в глобальной встрече в СИПТ-концередине «Джер», которую представляет на этом форуме Роберт Холл и окравляем туда своих представителей. И проводим собственный фестиваль технологии, вот фотография, в котором можно научиться очень многим вещам, фактическим, теоретическим, и каждый год проходит в разных поселениях. Сейчас я постараюсь включить на экране контакты, чтобы кто-то захотел, мог их записать. Спасибо. Да, спасибо, Игорь. Последний слайд, да, выключим с сайта. Ну, на самом деле, джен-раша.ру, и все, что вы хотели бы узнать, погрузиться в мир российских экопоселений, там можно узнать. Я сам член этой сети, плачу взносы и регулярно встречаюсь с ребятами в этих мероприятиях. Хорошо. У нас сейчас следующий докладчик, перед этим объявление, что те, кто приехал к Престу, на автобусе он отправляется в 5.30. В 5.30 обратно на Москву идет автобус, если кто вдруг хочет уехать, там еще есть места, а если кто хочет остаться, есть еще свободные номера. И можно все три дня быть с нами. А теперь слово предоставляет следующий докладчику Светлане Думинг и Александру Андрианову, основатель Национального агентства устойчивого развития и медиаресурсы Светлана Города. Они знают, какие ошибки совершаются в создании креативных кластеров, и об этом сейчас расскажем.